К 30-му году средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 80 лет. Идти к этой кажущейся фантастической цифре планируется постепенно, развивая медицину и пропагандируя здоровый и активный образ жизни. Майскими указами президента этот выход как раз определен. Вот, допустим, продолжительность жизни должна быть к 24-му году 78 лет. У нас на сегодняшний день, на этот день 73 года. То есть задача, ну, крайне сложная. Чтобы сделать жизнь дольше, нужно в первую очередь снижать смертность. А значит, бороться с одной из основных причин с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И стратегию борьбы с ними уже выработали. Через расширение сети первичных сосудистых отделений области, которые планируется создать не менее 10-ти к 24-му году, дооснащение первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием, обеспечение потребностей в высококвалифицированных кадрах кардиологического профиля, повышение скорости реагирования на запросы пациентов кардиологического профиля. А еще планируют совершенствовать систему социального обслуживания, сделать ее более доступной для людей с ограничениями здоровья. Важное направление социального развития, создание университетов третьего возраста для пожилых людей, пропаганда здорового образа жизни. Документ явно получится, но как мы приступим к его выполнению, это уже зависит от всех нас, от всех жителей Ростовской области. Другого варианта у нас нет, времени на раскачку тоже нет, поэтому я сейчас коллегам скажу спасибо за проделанную работу, а теперь давайте вместе работать еще больше, чтобы был конечный результат. А в конечном результате Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира и в топ-5 по научным разработкам. Олеся Слоняко, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону.